Дмитрий Олегович, на Западе расходы на вооружение в последние годы сокращаются из-за финансового кризиса, между тем в Китае и в России они растут. Многие объясняют это тем, что в обеих армиях проходит модернизация, проводится перевооружение, закупается новое, разрабатывается новое вооружение. Но насколько целесообразно модернизировать армию в такое трудное экономическое время? Мне кажется, что не совсем верные у вас данные. Дело в том, что Российская Федерация практически вообще ничего не тратила последние 20 лет на перевооружение своих вооруженных сил. То есть эти расходы вообще нельзя никак сравнивать с расходами ведущих западных стран. А то, что сейчас она стала тратить, все равно меньше и в абсолютных, и в относительных цифрах, чем то, что есть в военных бюджетах, скажем, такой страны, как Соединенные Штаты Америки. США, в частности, тратят 4,2 от ВВП своего. Мы 3,7. То есть уже меньше. Но надо иметь в виду, что американская экономика в 10 раз больше, чем российская. Поэтому разница получается примерно в 12-13 раз. А какая сфера, какая часть вооруженных сил нуждается на сегодня, на ваш взгляд? Больше всего нуждается модернизация? У нас не так много людей. У нас небольшая армия. Она меньше миллиона человек и всего 140 миллионов человек вообще, жителей России. Что примерно Германия плюс Великобритания вместе взятые. А страна сама по себе очень большая, обширная. Поэтому для того, чтобы защитить ее или хотя бы охранять ее государственные границы от всевозможных неприятностей, нам нужно сделать так, чтобы каждый русский солдат мог воевать за пятерых. А значит, он должен это делать с помощью робототехники. Вот ее мы в основном и развиваем. Ну, Россия, кроме того, что она занимается модернизацией армии, также превратилась в одного из ведущих экспортеров вооружения. На сегодняшний день, например, Сирия 71% по данным международным закупает свое тяжелое вооружение именно в России. Но известно также, что часть поставок была приостановлена в связи с ситуацией в Сирии, с гражданской войной. Что составило Россию изменить свою позицию, на ваш взгляд? Ну, я считаю, что это, извините, бред вооружать оппозицию во время гражданской войны. Да, это значит поливать костер керосином. Вот мы никогда такого не делали. Мы сами пережили недавно две страшные войны на Северном Кавказе. Сейчас залечиваем раны вместе с нашими побратимами, нашими соотечественниками, народами Северного Кавказа. И у нас аллергия на такого рода действия. Поэтому мы ни в коем случае не будем экспортировать оружие каким-то подпольщикам, каким-то партизанам, каким-то экстремистским отрядам. Но правительство АСАД это не касается. Правительство АСАД для нас это официальное правительство, с которым мы имеем контракты давно еще подписанные. Поэтому было бы странно, чтобы Россия разрывала контракты, которые являются предметом ее репутации, как стабильного и ответственного поставщика. Мы при этом не поставляем ничего такого, что могло бы утечь в руки каких-то негосударственных структур. Скажем, ПЗРК, передостные зенитно-ракетные комплексы. Мы их не поставляем, потому что за ними очень тяжело последить. В Ливии они были, но в результате гражданской войны мы это ставили вопрос перед западной коалицией. Почему? Где находятся наши, в том числе, ПЗРК? Куда они? В чьи руки они попали? Ведь из этого оружия очень легко сбивать самолеты. А в чем вы, собственно, видите возможность выхода из ситуации, которая сложилась сегодня в Сирии? Только содействие диалогу. Содействие диалогу, глубокое понимание ситуации. Там очень сложный религиозный узел, там масса противоречий. Есть усталость, которая накопилась годами от определенного правящего режима. Это мы все понимаем, но вооруженный путь борьбы – это самый последний способ. На сегодняшний день Россия также проецирует свою мощь и на Дальнем Востоке, и в Тихотянском бассейне. Но известно, что она поставляет оружие и странам Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Территориальные споры в Китайском море, они в этой ситуации, в этом смысле, беспокоят российское руководство? И если да, скажем так, какую роль могла бы сыграть Россия, используя бывшую советскую базу в Камране? Собирается ли Россия вернуться в Камране? Нас больше всего беспокоит развертывание группировки противоракетной обороны США на российском Дальнем Востоке под различными предлогами. Как бы это ни происходило, нам это не нравится. Это не нравится и китайцам, в том числе. Насколько мне известно, некоторые китайские военные эксперты уже сейчас предлагают нарастить стратегический ядерный потенциал Китая, для того, чтобы он мог преодолевать американскую противоракетную оборону. Поэтому мы видим, как раскручивается маховик гонки вооружения. Это первое. Второе. Нам, конечно, не нравятся территориальные споры, тем более, когда для них нет никаких оснований. Например, когда нам наши японские коллеги начинают указывать, что нашему премьер-министру Дмитрию Медведеву нехорошо ездят в Южно-Курильские острова. Но хотелось бы напомнить, что милитаристская Япония была наказана и подписала полную и безоговорочную капитуляцию, после которой ей вообще надо помолчать в отношении тех территорий, которые она в результате развязанной войны потеряла сама. Поэтому, мне кажется, что в данном плане, конечно, Российская Федерация, имея незначительное население на Дальнем Востоке, у нас на весь Дальневосточный регион около 6 миллионов человек, мы, конечно, будем не то что наращивать оружие, а наоборот просто иметь ровно столько, чтобы любой потенциальный агрессор прекрасно понимал, какие последствия его ждут в случае, если он развяжет такого рода вторжение в Россию. Продолжение следует...